Нокаут из-за поцелуя. В одном из торговых центров Махачкалы произошла драка между молодыми людьми, что послужило поводом, расскажем через минуту. Есть такая работа – проявлять заботу. Сегодня свой профессиональный праздник отмечают социальные работники России. Через минуту расскажем о человеке, который посвятил себя этому делу. Прямиком до Медины. Для паломников, отправляющихся на хадж по благотворительной линии Сулеймана Керимова, открыт прямой рейс Махачкала-Медина. Связь из Поднебесья. В самом высокогорном селе Европы появился интернет. А теперь во всем по порядку. В одном из торговых центров Махачкалы произошла драка между молодыми людьми. Федеральные телеграм-каналы поспешили с громкими заголовками, что молодого человека избили за поцелуй в публичном месте. Видео получило широкое распространение в сети и вызвало массу комментариев и обсуждений. При внимательном просмотре четко видно, как парень, наклонившись, целует подругу, а спускающийся на эскалаторе парень делает ему замечание. В итоге все закончилось дракой, причем мужчин сначала разняли, но один из них выждал, пока оппонент выйдет из здания торгового центра, а дальше, как говорится, без комментариев. Наши корреспонденты провели небольшой облиц-запрос на улицах Махачкалы о том, уместно ли проявлять в нашем регионе облюбленным свои чувства на людях. Как вы считаете, уместно ли проявление чувств в общественном месте у нас? Я считаю, нет. У нас и менталитет другой, нежели чтобы выражать, это если чисто взять только кавказский менталитет, показывать отношения мужа и жены на публике, даже если это муж и жена, тем более. Замечание, которое было сделано им, оно получается уместно, правильно я понимаю? Если это замечание было сделано нормально, адекватно, как-то там без грубости или перехода на личность, то, конечно, я считаю, в этом ничего плохого я не вижу, по крайней мере. А по поводу драки, что бы вы сказали? Ну, к сожалению, у нас люди горячие, решают конфликт кулаками всегда, чаще всего. Ну, я считаю, не стоило драться. Можно было этот конфликт кулак, если тот парень просто, которому сделать замечание, ему нужно было как-то адекватнее более воспринять это. Ну, я так поняла, что тот, который был позади, он сделал замечание, не целуетесь в общественном месте. Но это по нашим этическим нормам. Мы делаем друг другу такие замечания, мягкие наставления. А то, что он в ответ его ударил, наверное, было не совсем правильно. Я считаю, что нужно чтить наши традиции. В Дагестане такие вещи неуместны. Если он говорит, что это его жена, пускай дома, там, ее обнимают, целуют, но никак в общественных местах. Не нужно забывать, что мы Дагестан. То есть, если эту ситуацию так просто ставить, мимо проходить, и мы ничем не будем отличаться от других. Даже некрасиво, потому что мы находим, живем в республике, ну, такой, которая недозволена. То есть, замечание здесь самое правильное дело? Да. Это решает, да. А вот по поводу драки, правильно ли поступил тот, который в итоге сдачи дал или нет? Можно было и сдержаться. Просто сделать замечание и все. Абсолютно неуместно. Вообще, 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 вообще. Это не то, что в Дагестане, но, в принципе, на людях. Где бы ты ни находился, это вообще неуместно. А вообще, правильно ли поступил? Замечание, оно, я так понимаю, оно нужно было. Но вот то, что с дракой получилось, вообще, вот как? Я, вот мне подруга это отправила, и я ей говорю, конечно, плохо то, что получилась драка, то, что это все. Но, когда эти люди шли на этот поступок, они понимали, что, ну, вот когда ты, находясь в этой республике, и, спускаясь по эскалатору, начинаешь целоваться демонстративно с девушкой, то, естественно, ты понимаешь, что это обернется чем-то очень плохим. Никто не станет просто проходить мимо. Даже я... Сотрудники полиции Хасавюрта задержали 46-летнюю местную жительницу, когда она пыталась купить крупную партию сильнодействующих веществ. Оперативно-розыскные мероприятия проводились в рамках операции МАК-2022. Женщина была доставлена в отдел полиции. У подозреваемой изъяты лекарственные препараты лирика весом почти 500 граммов и свыше 1000 граммов тропикамида. В отношении нее возбуждено уголовное дело по статье «Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ». За что вас доставили в МАК-2022 по городу Хасавюрту? Вот за это. За вашу? Да. Где вы его приобрели? На Хачкале. Для чего? Чтобы здесь передать. Женщине. Я ей передала, а на дальнейшем ее реакцию, наверное. Вы ранее судимы? Да, да. В Дагестане, как и по всей России, отмечается День социального работника. Эта сфера в республике насчитывает 4000 специалистов. Более 146 тысяч граждан пожилого возраста, инвалидов, более 11 тысяч семей с детьми нуждаются в помощи и ежедневном уходе. О подопечном, для которого соцработник единственная опора и о человеке, кто посвятил себя этому благородному делу. Наш следующий сюжет. Дина, здравствуйте. Здравствуйте. Как ваше здоровье? Здравствуйте. Как ваши делишки? Спросить о самочувствии и приступить к домашней работе. Айшат Кумбутаевна – соцработник с 30-летним стажем. В 90-е завод, где она трудилась, расформировали. Мама тяжело болела, ей требовался уход. Возможно, тогда судьба и распорядилась, что она попала в сферу, которую теперь считает призванием. На самом деле, без этой работы я не смогла бы жить. Не смогла бы. Почему? Потому что у меня мат была больная. Что хочу сказать. После этого я как бы закрылась у нас завод. И я была на самом-то деле без работы. Это было в 90-е годы. В 90-е годы мне там соседка сказала, если при министерстве есть такая работа, если хочешь, давай пойдем. У Айшат 12 подопечных. Ходит она к ним по два, а то и по три раза в неделю. В нашу работу входит в первую очередь заходить к подопечной, поздороваться, помогать ей. Что мы дома делаем, то, что мы должны им тоже делать. То, что мы дома делаем. Начиная уборки, начинаем мытье посуды, начинаем глажки, начинаем кушать, готовить, начинаем вывезти ее, начинаем мусор выносить, в поликлинику идти, врача вызывать. Даже есть такие люди, которые за памперсами ходят, за колясками ходят. У нас очень много таких людей, конечно. Мы обслуживаем на самом-то деле нуждающих людей. Нуждающих. Потому что мы должны с ними идти в поликлинику, мы должны анализы сдать, мы должны куда-то их отвезти, мы должны Каспийск отвезти, мы должны уложить ее в больницу, мы должны еще посещение больницы сделать, мы должны еще к родственникам ездить. Потому что в таком положении мы все должны делать. Мы все, у нас так и происходит. Но людей очень много. Зинаида Гайдаевна как раз одна из тех, кому необходима поддержка. Ей 83, и она тяжело передвигается без посторонней помощи. Из-за тремора рук делать работу по дому ей сложно. Хоть Айшат и моложе своей подопечной, Зинаида зовет ее второй мамой. Я с Грозного. Во время войны у меня, видите, все трусится от пережитки. Детей рядом нет никого. И вот одна иду, если... Я тут недавно живу, поэтому я впервые с ней встретилась, и она мне так хорошо понравилась, очень общительная. И на базар пойдет, и в магазин. Надо будет, придет, машинку включит и постирает. И в магазин пойдет. Она мне мать, потому что я человек одинокий. Сами, видите, с одышкой не могу. Это самое. Она мне как мать. Соцработник и подопечный часто привязываются к друг другу и бывает видятся чаще, чем положено по графику. Я звоню, она приходит ко мне. И нет, нет, и сама тоже заглядывает в промежуточки. Молодец она. Вот до моря ходим мы с ней. Неделю один раз, два раза, когда я это уже вижу состояние, все чуть-чуть лучше. Я говорю, Айшат, пойдем прогуляемся чуть-чуть. Она с удовольствием. Айшат Азизовой скоро уходить на пенсию, но со многими своими подопечными она останется в дружеских отношениях и обещает навещать по возможности. Нет никакой сложности. Главное, полюбить работу. Никакой сложности нет. Честно сказать, я без этой работы на самом-то деле не смогла бы жить. Если я утром на работу не виду, уже все. Мне кажется, этот день уже меня нет. Настолько мне приятно ходить. Очень приятно. Но скоро, конечно, уже я в возрасте. Мне кажется, скоро меня уводят с работы уже к 65 годам. Но я так не хочу уйти. Я так не хочу уйти. Я хочу только работать. Дай Бог тебе здоровья. Ой, Аллаху мамин. Про меня не забывайся. Я всего ждешь на пенсию. Не, на пенсию я и так, и так ушла. Ларианна Шимхалаева, Нурмагомед Магомедов, Новости ННТ, Махачкала. Хорошая новость для паломников, отправляющихся на хадж по благотворительной линии Сулеймана Керимова. Меценат принял решение перевезти всех на прямые рейсы Махачкала-Медина. Это значительно упростит верующим выполнение всех условий пятого столпа ислама. Теперь паломники не будут два дня добираться из Дубая до Медины на автобусах. На общем собрании в Центральной Джума-Мечети Махачкалы организаторы заверили, что все участники хаджа будут обеспечены бесплатным питанием. Также паломникам дали советы и рекомендации по подготовке и ответили на вопросы. Первые рейсы в Саудовскую Аравию запланированы на 21 июня. МТС на высоте. Теперь скоростной интернет и голосовая связь доступны и в самом высокогорном селе Европы – Куруш. Компания запустила в населенном пункте базовую станцию и теперь местные жители смогут быть всегда на связи. Татьяна Ханапова с подробностями. Юли Ахмед Абдулгалимов прожил в самом южном селе России более 50 лет. Рассказывает, как тяжело было вести быт и поддерживать контакт с родными без доступа к сотовой связи и интернету. Местным жителям для экстренных важных звонков приходилось подниматься на приграничную с Азербайджаном зону. И то сеть не всегда ловила. Там Махачкала есть, Азербайджан есть, родные есть. И можно разговаривать на интернете. Нам приятно, хорошо. Теперь жители высокогорного отдаленного аула могут на хорошей скорости просматривать фильмы или звонить родным по видеозвонку. Точки доступа здесь на высоте более 2,5 тысяч метров над уровнем моря появились благодаря МТС. Компания первой из сотовых операторов обеспечила связью отдаленный аул. Проект мы давно его задумывали. Уже будет 3-4. Вот в этом году, в прошлом году собрались и реализовали его. Проектирование больше времени заняло, как обычно бывает. Но реализация заняла у нас порядка двух месяцев, даже меньше. Потому что сроки поджимали, погода нас настигала. Когда уже холодно, тут невозможно строить из-за сильных ветров, из-за мороза, минусовой температуры. Сейчас мы будем лично проверять, то, как здесь ловит связь. Вот мы звоним по видеозвонку, по WhatsApp. Ранее это не было возможно здесь практически ни в какой части. В общем, уже на связи со мной. Татьяна, как меня слышно? Отлично слышно и видно. Появление связи в Куруши – это не только удобство для местных жителей, но и вклад во внутренний туризм. Населенный пункт является популярным для этого направления точкой. Село окружает важные для дагестанцев вершины горы Шелбудсдак, Ярыдак и Базар-Дюзё. Рядом находится и альпинистский лагерь. Здесь проходит подготовку перед восхождением сотни спортсменов со всей России. Скорость – это 4G. Но летает, летает просто. Фотографию, ролик послать – понятно, да? А мне по работе тоже нужно. Сидишь, группа приезжает, список присылает, фотографии там. Значит, альпинистов приезжает в год около 600 человек. На всякий случай это альпинисты только. Если эту цифру умножить на 10, это экскурсанты, бездельники, туристы и прочее. Умножайте на всякий случай на 10. В селе проживают около тысячи человек. Теперь все они смогут узнать, что происходит в мире, находясь здесь, на вершине земли, среди этой необъятной красоты. А туристы и приезжие альпинисты смогут делиться своими впечатлениями прямиком из Куруша, не дожидаясь возвращения домой. Патиман Ханапова, Магомед Магомедов, Новости ННТ, Токуспаринский район. 35 миллионов рублей – таков общий бюджет различных госучреждений Дагестана на проведение научных исследований в этом году. На встрече председателя правительства с представителями научного сообщества республики было предложено создать специальный научный фонд. Проработать этот вопрос было поручено Министерству образования и науки региона. Вопросы, связанные с финансированием через бюджет в республике Дагестан, будет стопроцентная поддержка. Пожалуйста, через Министерство образования и науки проработайте все вопросы. Яхан Гамедович, создавайте рабочую группу. Если нужны какие-то нормативные правовые акты, проработайте их, внесите в установленную форму правительству. Мы поручим по каждому направлению, например, по АПК, курирующему вецепременеру, нанимающему за Дагеновичу, по другим направлениям, телекалу сейчас курируют образование, по медицине вы курируете, по медицине вам и так далее. Каждому вецепременеру мы поручим, они будут сопровождать, и надо принять такой нормативный правовой акт. Есть нормативные правы, завтра ни у прокурора, ни у контролирующего надзирающего органа никаких вопросов не будет. Все надо сделать в рамках действующего закона. А у нас для этого есть возможности. На повестку дня был вынесен вопрос об оказании поддержки научному сообществу, обеспечении научных учреждений необходимым оборудованием. Премьер-министр также поручил увеличить объем финансирования научной деятельности на следующий год до 140 миллионов рублей. На улице Кархмасова эвакуируют транспорт, припаркованный под запрещающими знаками. Именно это нарушение ПДД стало одним из основных на этом участке. Совсем недавно в процессе реконструкции здесь произошли изменения в организации дорожного движения. Таким образом, парковка разрешена только в специальных заездных карманах. Во всех остальных случаях оставлять автомобили на данном промежутке запрещено. Соответствующие дорожные знаки уже установлены по улицам Радищева, Кархмасова, Абубакарова и Кадырова. Нанесена дорожная разметка, а также работают светофоры. Привлечь к таким мерам, так как мы до этого проводили разъяснительную работу месяца два, но, к сожалению, люди не понимают, поэтому привлечением ГИБДД и горсовый эвакуатор на спецстоянку. Просим граждан города и гостей столицы не парковать и не оставлять свои транспортные средства, не положенные для этого в местах в целях увеличения пластной способности и для комфорта других граждан и водителей. Дагестанский боец имеет серию из четырех побед к ряду, а всего за его плечами 14 побед при четырех поражениях. У Вагаева 21 победа и три поражения. А дагестанский боец Магомед Анкалаев может стать претендентом на титул чемпиона UFC. Его следующий бой против американца Энтони Смита объявлен претендентским в полутяжелом весе. Об этом сообщил глава лиги Дана Уайт. Анкалаев занимает четвертую строчку полутяжелого дивизиона. В лучшем промоушене мира он провел 10 боев, где уступил лишь однажды. Поединок против Смита пройдет 30 июля в США. Смотрите наши выпуски также на нашей странице ВКонтакте и на Яндекс.Сцен. А у меня на этом все. Добрых вам новостей и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин